Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Цена за спешку – человеческая жизнь. Водителям в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения ПДД на железнодорожных переездах. От первых советских разработок до современных моделей Центр истории авиационных двигателей отмечает юбилей. Пространство для искусства. В столице региона открываются новые кластеры для людей творческих профессий. За сутки в Самарской области зарегистрировали 301 случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 41 204 человека. Такие данные в эту среду опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 298 человека, а всего с начала пандемии из больниц выписали 37 897 пациентов. В Самаре усилят проверки соблюдения масочного режима. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Его провела глава города Елена Лапушкина. Особое внимание уделят общественному транспорту, магазинам, ресторанам и кафе. Также в городе продолжается вакцинация для желающих сделать прививку от COVID-19. В ближайшее время мобильные прививочные пункты должны открыть и в торговых центрах Самары. Очередная партия вакцины ожидается на этой неделе. Привить планирует более 4000 человек. Списки предоставлены в лечебное учреждение на 4826 человек. В любом случае, коллеги, работу не останавливаем. Вакцина скоро появится. И снова минус на термометрах. Оттепель в Самаре сменилась легкими морозами. По поручению главы города, службы благоустройства, управляющие компании, районы и администрации переведены на усиленный режим работы. Такие меры необходимы в связи со сложившимися погодными условиями. Приоритетной задачей для коммунальщиков в эти дни станет очистка крыш и городских дворов от снега и наледи. Состояние территорий внутри городских районов проверила глава Самары Елена Лапушкина. Подробности в нашем сюжете. Жилищная служба города усилили работу по очистке кровель жилых домов от снега и наледи. Для того, чтобы привести их в порядок, задействуют специально обученные бригады. Все работы проводятся с соблюдением необходимых норм безопасности. Места вероятного схода льда и снега ограждаются сигнальными лентами. Погода внесла свои коррективы, поэтому фронт работы специалистов коммунального хозяйства увеличился. Как производится очистка, проинспектировала глава Самары Елена Лапушкина. Контролируем кровли, смотрим очистку тротуаров. Тротуары очень скользкие, во всяком случае, то, что я сейчас видела. Управляющим компаниям нужно быть активнее и быстрее отрабатывать свои кровли. Работы по очистке кровли и дворовых территорий велись по улице Куйбыш 18 и 63, а также по Чапаевской 69. На фронт за 101 состояние двора городские власти оценили на удовлетворительно. Здесь на выездах образовались большие лужи, которые вызвали нарекания у главы города. На данном этапе какая-то может быть несогласованность. Просто данный выезд не только к нашей управляющей компании относится, но и к соседней. Ну а еще, смотрите, погода, активное таяние. Тут можно не успевать утром убрать, за день уже все натаивает. Только в Самарском районе города ежедневно кровли очищают до 25 бригад. Если расчиство снега и наледи ведется некачественно и несвоевременно, на обслуживающие организации составляются акты, которые потом направляются в ГЖИ, Мировой суд и прокуратуру. В минувшие сутки на очистке кровли в городе задействовали более 100 бригад и 254 единицы техники. В дневные часы управляющие организации планируют привлечь к работе более 300 дворников. Есть очень большой список замечаний. Замечаний и по кровлям, замечаний и по тротуарам. Безусловно, отрабатываем в ночь и посыпаем реагентами тротуары, дороги. Держим на контроле электрические сети, тоже есть риски. При промерзании открываем дождеприемники, чтобы вода могла спокойно уходить. Ольга Павлова, Мария Елчан, Николай Епифанов, Константин Головин. События. 352 спецмашины очищали город от снега минувшей ночью. Работала техника муниципального предприятия благоустройства и подрядных организаций. Из них 177 самосвалов вывозили снег. Для откачки талой воды с низенных мест в ночное время задействовали 4 бойлера муниципального предприятия инженерной системы. За ночной уборкой наблюдала Лариса Шалафаст. Когда город засыпает, на работу выходят они. Автопоезда счищают снег из главных магистралей Самары. Всего на уборку в ночную смену привлекли 352 спецмашины и 177 самосвалов, которые вывозили снег. Для откачки талой воды с низких мест ночью задействовали 4 бойлера муниципального предприятия инженерной системы. Особое внимание уделили тротуарам и остановкам. Очищать и обрабатывать их противогололедными реагентами нужно своевременно. Вывозим в сутки порядка 10 тысяч тонн снега с уличной дорожной сети. Основная задача сегодня в ночь – обработать все поверхности, проезжую часть тротуара, для того, чтобы предотвратить объединение, чтобы завтра с утра комфортно себя чувствовали и водители, и пешеходы. Собранный снег оперативно вывезли на полигоны. Утром за дело уже взялись дворники. Убирать улицы службы благоустройства продолжили и днем. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. На расчистку улиц и тротуара в днем направили специалистов муниципального учреждения «Дорожное хозяйство». Сегодня объектом внимания стала улица Карбышева в границах Гагарина и Мариса Тереза. Вместе с комиссией за ходом работ следила и Гульфия Сафина. Устранять последствия непогоды специалисты коммунальных служб начинают на рассвете. Дорожная бригада муниципального предприятия благоустройства полным ходом ведет борьбу со снежными завалами. Февраль в Самаре начался со снега и дождя, а резкие перепады температуры только прибавили задач коммунальщикам. В дневное время положительные температуры воздуха, в ночное идет переход отрицательной температуры. Это способствует образованию наледи. В настоящее время в городском округе Самары проводится интенсивная обработка проезжей части тротуаров, пешеходных переходов противоглоледными реагентами в целях того, чтобы не допустить образования наката и наледи. Привести в порядок улицу Карбышева в границах улиц Мариса, Тереза и Гагарина специалисты планируют за день. Этот участок в прошлом году отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Теперь важно не повредить дорожное покрытие, бордюры и ограждения. Поэтому в отдельных локациях приходится работать вручную с ювелирной точностью. Это такие элементы, как пешеходные переходы, непосредственно уборка снега из-под ограждений, также где техника не может пройти механизировано. Ответственность возложена на нас. На очистку территории направлено 8 единиц спецтехники. Привлечены 5 уборщиков. На полигон уже вывезено более 320 тонн снега. То, что ходить стало легче, заметили и горожане. У ребенка 4 месяца с коляской очень неудобно ходить по заснеженным улицам, не по расчищенным. Сейчас намного лучше. Однако просто расчистить дорогу недостаточно. Из-за перепадов температуры приходится открывать и проливать ливневки. Важно захватить все улицы, на которых расположены ливневые колодцы. Здесь по уклонам мы проливаем сейчас выше, чтобы перехватить воду выше на Марис Торрес в дождеприемной решетке, чтобы она не пошла на Карбышево и во внутридворовые территории. Если не производить работы по удалению ледяных пробок в колодцах, то у нас вода застаивается будет на уличной дорожной сети. Лужи будут в городе. По распоряжению главы города Елены Лапушкиной в Самаре усилен контроль за содержанием уличной дорожной сети. Выездные проверки с участием специалистов дорожного хозяйства проходят круглосуточно. Если выявляют нарушения, дают шанс устранить замечания в течение одного-двух дней. В минувшие сутки уборкой городских улиц занимались 375 дорожных рабочих, 528 спецмашин. Ульфия Сафина, Сергей Баскин. События. Статистика вещь упрямая. ДТП, которые происходят на ЖД-переездах, как правило, несут за собой тяжелые последствия. Сегодня сотрудники ГИБДД и железнодорожники вышли в профилактический рейд. Они напомнили водителям о необходимости соблюдать ПДД на особо опасных участках дорог. Автомобилистам вручили памятки и подарки. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Чтобы остановить поезд, нужно время, чтобы остановить жизнь одно мгновение. Огромный билборд на железнодорожном переезде в Новосемейкино видно издалека, но нерадивых автомобилистов он не пугает. В 2021 году здесь уже произошло ДТП, которое по счастливой случайности не закончилось трагедией. Водитель «Газели» грубо нарушил правила, и машина попала под поезд. Чтобы минимизировать количество аварий на опасных участках, сотрудники ГИБДД и железнодорожники регулярно выходят в рейды. Предупреждаем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения на данных участках автодороги, потому что ДТП с железнодорожными составами имеет, как правило, тяжкие последствия. Сегодня полицейские и железнодорожники провели с автомобилистами профилактические беседы. Им еще раз напомнили о том, что переезд является зоной повышенной опасности. Мы вручаем памятки, которые будут напоминать водителям о правилах дорожного движения, что нужно соблюдать. Вот такие вот подарочки, блокнотики. Водители, которые в этот день общались с полицейскими, правилами дорожного движения не пренебрегают. Они уверены, за спешку на переезде можно заплатить слишком большую цену. Это опасно. Я же железнодорожник старый. Знаю, что такое. Другим водителям что порекомендуете? Потому что все-таки это очень опасные участки дороги. Берегите жизнь! Совместные профилактические рейды полицейских и железнодорожников в Самаре пройдут и на следующей неделе. Главный совет, который организаторы акции дают водителям – не спешить. Ведь сэкономив одну минуту, можно сделать несчастными сотни людей. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. Далее эфир продолжит. Новости экономики. Их подготовила Виктория Шарая. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Итак, какие основные темы выпуска в новосях экономики? Россия установила новый рекорд экспорта зерна. Она поставила в другие страны 34,3 миллиона тонн, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Но сначала о курсах валют. Доллар сегодня стоит 75 рублей 90 копеек. Евро торгуется на отметке 91 рубль 62 копейки. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России. Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже достигла 57 долларов 97 центов за баррель. Стоимость биткоина 35 тысяч 992 доллара. Россия возобновила покупку валюты. На эти цели в период с 5 февраля по 4 марта 2021 года потратит 45,5 миллиардов рублей. Ежедневно на покупку валюты будут направляться 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил Минфин Российской Федерации. Напомню, в январе министерство впервые с марта прошлого года вернулось к покупке валюты. В период с 15 января по 4 февраля на эти цели запланировано направить 106,3 миллиарда рублей. Таким образом, в период с 5 февраля по 4 марта покупки валюты должны сократиться в 2,5 раза. А ежедневный объем почти втрое. Вопрос продления программы льготной ипотеки под 6,5% годовых активно обсуждается среди экспертов и в правительстве Российской Федерации. Глава Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что Центробанк выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки, в том числе потому, что наблюдаемый в стране большой инвестиционный спрос на жилье приводит к потере социальной направленности. При этом она предложила оставить льготную ипотеку в тех регионах, где ситуация на рынке жилья сложная. Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. Решение о дальнейшей судьбе программы будет принято в конце первого полугодия 2021 года. Россия установила новый рекорд экспорта зерна. Она поставила в другие страны 34,3 миллиона тонн зерна с начала сельскохозяйственного сезона в июле 2020 года по январь 2021 года. Это на 25% больше аналогичного периода прошлого года и самый высокий показатель за всю историю рынка. Обновлен и рекорд экспорта пшеницы. С июля 2020 года по январь 2021 года Россия поставила за рубеж 29 миллионов тонн пшеницы. Предыдущий рекорд был установлен в аналогичный период с 2018 по 2019 года, когда Россия за июль-январь продала за границей 32,15 миллиона тонн зерна. Пандемия не повлияла на планы в начале посевной кампании и на уборку. Урожай зерновых в России в 2020 году стал вторым по размеру после рекордного урожая 2017 года. 125 миллионов тонн зерна в чистом весе по итогам сезона 2020 года. Из них 82 миллиона пшеницы, что на 7,5 миллионов тонн больше, чем годом ранее. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией пресекли преступную деятельность 43 подпольных оружейных складов в 19 регионах страны, в том числе в Самарской области. В январе этого года по адресам проживания нелегальных оружейников провели оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Из незаконного оборота изъяли пехотный миномет, пушки, огнестрельное оружие отечественного и иностранного производства, 18 автоматов, 48 винтовок, 113 пистолетов и 45 ручных гранат. Прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области, задержаны двое граждан, планировавших сбыть на территории Самарской области боевые пистолеты и боеприпасы к ним. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Еще больше творческих студий в исторической части города. Градоформирующие объекты реставрируют и размещают в них арт-пространство. Результаты такой работы оценила глава Самары Елена Лапушкина. Мэри Елчан побывала в творческих резиденциях и расскажет подробности. В этом здании по улице Молодогвардейской 86 когда-то находилась швейная фабрика. Теперь здесь разместилась творческая резиденция. Здание отремонтировали, оборудовав 8 отдельных помещений, каждое со своим входом с улицы. В одной из студий появилась гончарная мастерская, открыть которую было давней мечтой, рассказывает Елена Маликова. Два года назад девушка арендовала помещение и с тех пор постепенно обустраивает студию. В основном приходят люди провести время здесь, вечер, какой-то семейный праздник, посидеть, полепить, пообщаться, потому что одно другому не мешает. Мы сейчас будем развивать направление обучения именно гончарному искусству и в ручной лепке тоже будем проводить обучение. Помогает самозанятым начать свое дело одна из консалтинговых компаний. Ее руководитель благоустраивает объекты в исторической части города, сдает помещение в аренду и полностью отвечает финансово за ремонт и обновление зданий. Я думаю, что это нужно и важно для Самары, потому что части помещений в коммерческие обороты ввести не можем. Там невозможно сделать торговое предприятие, там невозможно разместить офисы или какие-то социальные функции. Поэтому в этих объектах, сохранив какую-то историю, культуру, внеся их в общественное пространство, они делают новую городскую среду. Арендует помещение чаще всего индивидуальные предприниматели или самозанятые. Те, кто увлечен художественной и творческой деятельностью и производством фирменной продукции для гостей и жителей Самары. По словам резидентов творческих студий, это хороший опыт государственно-частного партнерства. Три творческие мастерские уже посетила глава Самары Елена Лапушкина. Мы занимаемся оформлением вообще мероприятий в нашем городе. Но и вот у нас теперь такая вот красивая лавочка открылась, где мы изготавливаем и продаем интересные, необычные посуды и декор. Некоторые здания в черте Самары продолжат использовать для творческих резиденций. Перспективы такой работы обсуждаются. В этом году планируют открыть еще один арт-кластер на улице Куйбышева. Мэри Елчан, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Семьи с детьми смогут улучшить свое материальное положение благодаря новым мерам господдержки. Правительство России утвердило план программы «Десятилетие детства» до 2027 года. В документе почти 130 пунктов по разным направлениям. Поддержка здоровья и образования детей, улучшение жилищных условий для семей, повышение рождаемости, усовершенствование деятельности органов опеки, реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое. Самарская область активно включилась в работу, рассказала заместитель главы города, руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева. И губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым, и Еленой Владимировной Лапушкиной делается все для того, чтобы улучшить благосостояние семей, которые проживают на территории города. Мы уже в рамках десятилетия детства ввели две новые меры для детей-близнецов, которые идут в первый класс на территории города, и для детей-сирот, которые получили специализированное жилое помещение, и им необходимо средства для приобретения предметов первой необходимости. Центр истории авиационных двигателей отмечает 30-летие. Коллекция учебно-музейного комплекса, единственная в России, насчитывает более 100 моделей. Все они препарированы и служат не только экспонатами, но и учебными пособиями, вдохновляя на творчество студентов, будущих конструкторов. Коллекция является полным собранием национального достояния страны в области двигателя строения. Андрей Горгуленко детально изучил модели. Гетр, я за ря 1. Дожигание. Поехали. Там соответствует выходное устройство и реверс тяги, он тоже будет открывать. Уникальный вид, который недоступен обычным пассажирам самолета. Работа двигателя НК-86 в разрезе. Он установлен на самых надежных лайнерах советской российской авиации, Ил-76. С его помощью студентам показывают, как сочетаются узлы двигателя, как меняется его режим работы при взлете или при посадке. Молодые люди могут сами собрать и разобрать некоторые детали. Такую систему обучения западные коллеги прозвали «русской», потому что исключительно в России работают не только с черчежами и проекциями, но и с работающими аппаратами. Для формирования у молодого человека восприятия этого двигателя, этой инженерной мысли, и чтобы он видел инженерное решение и ощущал их, в том числе и своими руками, вот это главная задача, это уникальность наших классов. Эта модель является частью музейно-учебного комплекса «Центра истории авиационных двигателей». Под крышей музея собрано более ста уникальных экспонатов. Здесь единственная в России полная коллекция советских и российских ракетных и авиационных двигателей. Начиная от первых советских разработок, заканчивая двигателями, которые и сейчас активно используются в современной авиации и космонавтике. В коллекцию входят и разработки великого конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова, и двигатель от президентского самолета, и даже трофей времен Великой Отечественной войны – двигатель «Юма-4». Центр сотрудничает со всеми российскими производителями двигателей, постоянно пополняя экспозицию. В планах у сотрудников установить тренажеры, имитирующие настоящие кабины пилотов, чтобы будущие конструкторы могли посидеть за штурвалом. Во-первых, человек, который в частности занимается двигателем, он должен понимать, как они работают в общей системе всего летательного аппарата, что для этого надо. Может быть, у него родятся идеи как-то усовершенствовать, но и он должен понимать это все. Эта уникальная, богатая коллекция будет доступна еще и для школьников. В год науки и техники университет откроет свои лаборатории для будущих абитуриентов. Это поможет им определиться со своей будущей профессией. В этом году мы хотели бы распахнуть свои двери широко для школьников, для тех, кто учится в техникумах, колледжах, пригласить к нам посмотреть наши лаборатории, посмотреть нашу инфраструктуру, материальную базу. Сам Центр истории авиационных двигателей отмечает 30-летний юбилей. В этом году сотрудники рассчитывают закрепить за центром статус государственного, чтобы получить дополнительную поддержку для развития и стать масштабным учебно-музейным комплексом, который будет принимать на обзорные лекции и обучение желающих со всего мира. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Четверть финала теннисных турниров в Мельбурне пройдут без спортсменок из Самарской области. Баскетболистки Самары проиграли матч в российской Суперлиге-1. А вот хоккеисты ЦСКА ВВС немного улучшили свою статистику в ВХЛ. Все подробности в рубрике «Новости спорта». Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Хоккеисты ЦСКА ВВС встречались в Ворске с местным Южным Уралом. В первом периоде игроки отмечались в протоколе лишь штрафными минутами, но не голами. Во втором игровом отрезке хозяева поля забили одну шайбу, а затем начался бенефис летчиков. Самарцы усилили давление на соперников и забили сразу четыре шайбы. В заключительном периоде волжане забили еще. Игроки Южного Урала постарались отыграться. Забили дважды, в концовке сняли вратаря, но пропустили в пустые ворота. 6-3. Уверенная победа ЦСКА ВВС. Теннисистки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина не смогли выйти в четвертьфиналы турниров мировой серии в Мельбурне. Анастасия проиграла испанке Горбенье Мугурусе 1-6-2-6. А Дарья уступила эстонке Кае Канепе 5-7-1-6. Теперь теннисистки Самарской области ожидают жеребьевку первого турнира «Большого шлема» в этом году. Австралия Ноупен 2021. Он стартует 8 февраля. Баскетболистки Самары уступили в Москве команде МБА-2 в игре Российской Суперлиги-1. Первую половину самарские девушки закончили, ведя в счете. Но после большого перерыва хозяйки паркета бросали без промахов, реализовав 8 трехочковых только в третьей четверти. Благодаря этому им удалось сделать комфортное преимущество. Самара проиграла 63-82. Команда сейчас на третьем месте в турнирной таблице. На этом все. Больших побед вам. Удачи! На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самары ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует...